Доброго утречка! Доброе одесское утро всем из Закарпатья! И мы сегодня выезжаем в Ужгород, вот едем по нашему селу, уже выезжаем. И сегодня мы едем в питомник Зеленей Янголы, там у меня довольно такой крупный заказ. Мы его заказали самовывозом, потому что решили, что это будет выгоднее, чем заказывать новой почтой. Новая почта у нас стала очень дорогая в последнее время, и поэтому решили, что лучше эти там, сколько там километров у нас, Юр, до Ужгорода, проехать на машине. Вот до Янголы 75 километров Юра Кажи. Эх, опять моросит, стоят мои растения и ждут, никак не дождутся погоды. Знаете как, ждать у моря погоды, а это называется ждать погоды в горах. И сегодня у нас 7 число, 7 октября 2024 года. Да, грибников много, как всегда здесь по обочинам. Вон сколько машин стоят. Как красиво сейчас просматривается на горе Мукачевский замок. Это мы в Мукачево въезжаем. Смотрите, какая красота. Такие темные тучи висят над горами. И вершины в тумане скрыты. Такие темные тюрьмы. Такие темные тюрьмы очень интересные. Въехали в Ужгород. Сразу ощущается, что это окраина большого города. Много всяких индустриальных объектов и шоппинг-моллов. А нам нужно свернуть в сторону, в город не заезжать. А нам нужно село Униківці, даже не знаю, как правильно. Именно там находится питомник Зеленей Яноволи. Ну все, мы походу приехали. Такая башенка интересная, каменная встречает нас. Вот прямо с порога нас встречает красота вот такая. И прямо с первых шагов начинается «хочу, хочу, хочу». Боже, я такой очиток в жизни не видела. Я хочу такой очиток. Какой он красивый, яркий. Дейхеры разноцветные. Вот этот куст забыла, как называется. Красиво цветет. Все, начинается. Хочу сначала пройтись, а потом уже будем спрашивать про свой заказ. У меня ж тут заказ должен быть подготовленный к самовывозу. Да, растения ухоженные, только на цены я пока еще не смотрела. Не знаю. Травки, муравки, книфофия. Интересно, она у нас зимует или нет? Что? Да я не звонила. Сейчас подойдем к менеджеру и спросим. Найдем, Юра, переживаю, что здесь такая огромная площадь, что мы ничего не найдем. Найдем, но я хочу сначала погулять. Не гуляю, я буду выводить сам. Ну, мы свое замовлення загрузила уже у машину. И сейчас я еще что-то тут, возможно, придбаю. Это еще у нас шавлия. 175, ну, как-то все недешево, недешево. Какая красивая будлея. Pink Cascade. Розовый каскад. 245 гривен. Я бы даже бы домой такую себе взяла. Но мне ее ж некуда сажать. Просто такая хорошенькая. Еще одна карликовая будлея называется Butterfly Candy Little Purple. Вот так вот. Будлея Давида Butterfly Candy Little Purple. Вот такая вот она. Симпатичная. Где у нас цена? 245 гривен. Но это я скорее для своей соседки, которая любит вот такие вот всякие карлики и любит будлеи. Для ее сведения. Так еще. Очиток. Но такой я не хочу. Возьму тот яркий. Такие красивые травы. Переста. Щетинники. Там уже цветущие. С колосками. И пенисетумы. Мискантусы. Мискантусы-то у нас какой? Хейце-девр. Дам-дам-дам. Не-не-не. Не прочитаю, что. Просо противидное. Вориор. 150. По-моему, такой же, как я взяла. В Проксиме. А нет. У меня было Просо Хэви Мэттл. А это Вориор. Да, это другое. Еще вот Просо Нор Синд. 187 гривен. Более зеленое. Ой, ну красивое, конечно, Просо. Естественно, всякие верески разных-разных оттенков. А вербена-бонарская растет прямо из грунта. Наверное, какая-то самосевка, и она явно не продажная, этот кустик. Целая делянка всяких гортензий, и дуболистные, и метельчатые. Макрофилла Light O'Day First Editions называется. С варьегатным листом. Красивая. Так лист красивый, розовеет у нее. Ну и вот дуболистные тоже красивые. Цены в основном все гортензии, эти крупные, по 450 гривен. Вот такая даже 645 гривен. А что это такое? Golden Annabelle. Что такая дорогая? Тоже гортензия. Точно. Элли Сенсейшн. С таким листом красивым, уже бугровым. Элли Сама сорта Twist & Shout. 995 гривен. Ну и в принципе все. Мы взяли все, что нам надо. Рассмотрели все. Ассортимент большой. Кому нужны всякие деревья, то они тоже есть. Клены, ивы. Рододендроны, естественно, азалии. Много всего. Все, мы поехали домой. Вот какие-то, видимо, райские яблочки. Да, Malus Sugar Time. Прямо с яблочками. Красивенькие. А вот еще яблочки, только желтенькие. Тоже райские. А вот еще. А это что за дерево с такими огромными листьями? Это я не знаю, не видно отсюда. Магнолия. Это магнолия. Так, все, поехали. Не будем терять время гулять. Пинка на бель подстриженная. Уже. А почему пинка на бель? 645 гривен за такой горшочек. Мы уже сформированы на следующий год. Кленики всякие. Как-то он называется. Пьерес, что ли? Может быть. Вот еще обратила внимание на кипарисовик. Кипарисовик Морин называется. Очень симпатичный. Но это на будущее себе. Если вдруг еще буду брать что-то. Такая закладочка. В уме. Лаванд всяких много. Разные сорта. Но такой маленький кустик. 150-190 гривен в среднем. Не накупишься. А их же много надо купить, чтобы они вид имели. Пока воздержимся. Ну вот, в общем-то, и все. Поехали. Те самые зеленые янгулы, где вы очень многие хотели побывать. И вот тут мы едем по дороге. А тут все продолжаются плантации зеленых янгулев. У них огромная территория. Естественно, в сам рассадник ценоукраинский муви в питомник нас не пустили. А пустили только на торговую площадку. Может, это и не их лещина. Ну, лещина-то, конечно, уже пошла не ихняя. А те были хвойники. Ты же видел сам. Целые плантации. Так что съездили мы зеленые янгулы. Попьем кофе. Мы почему-то любим пить кофе на око. Такая передых. И наша дорожная традиция. Спасибо. Вид, конечно, потрясающе на замок. Когда с нашей стороны едешь, его так не видно. Он за деревьями прячется. А здесь просто во всей своей красе выступает. Стали грибочков взять. В этом месте всегда продают грибы. А вы по ящику? А сколько стоит ящик? В ящик 400 гривен 4 килограмма. Их можно заморозить, в принципе. Да? Да. А вот это что за грибы? Не знаю, как. Тут мы идем в Украину. Эй, не знаю. Мы идем в Украину. На украинском не знаете, как. Только фантики. Чемпион, говорят. Шампиньон, короче, я поняла. Чемпион. Чемпион. Шампиньон. Чемпион. Это вы что сегодня разбирали? А, вот и опята. Опята же, да? Да. А опята почем? По 50 гривен. 150? По 50, что за килограмм? Нет, это кучка 50. А, кучка 50 гривен. Нет, нет. А это у вас что? Бели. Бели. Хибажцы бели такие? А это не маслята? Нет. Бели только старые. Старые бели. А молодые там нет. Да, молодые там нет. Яв, яв. Это, я понимаю, мы в лес ходили. Да, вот это мы в лес ходили. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Они продают, но мы не знаем, сколько стоит, а вот приехали, чтобы поцикавиться. Тут красиво, слушай. Я сходю гляну. Ну, сходи глянь, да. Вот это зебрина как растет, интересно, оказывается. Тут она сформирована или сама так растет? Огромная. Само растет, да, да. Мы дома. Смотрите, как распогодилось у нас. Прямо небо такое красивое. И мы сегодня по грибам вдарили. Насбирал. Насбирал. Четыре килограмма таких взяли по сто гривен. И еще сейчас покажу. Ну, то, что растений полный, багажник, это само собой. А вот еще подарок. Это сыроежки. Это мы подвозили... Ой, паучок. Это мы подвозили с того места, где грибы продают. Одного грибника попросил он нас подбросить до Берегова. И вот это расплатился. Сыроежки. Красивенькие такие. Ай. Пять минут отварить и на сковородочку. Пять минут отварить, да. И на сковородочку. Юра, мне кажется, что то, что мы тогда видели, тоже была сыроежка. Древесневшая. И там еще вот маленькие. Вот это вот маленькие. Это у нас... Подожди, я хочу все рассказать. И там маленькие. Мы все-таки взяли вязочку. О пеньки. О пеньки. Да, вон они выглядывают. На пробу. Так что у нас такое разногрибье. Знаете, бывают разнотравья, а это разногрибье. Такие они красивые, между прочим, сыроежки. У них такие шляпки темно-бордовые. А ну... Сейчас, а то там Юра не давал мне рассмотреть. Аделя, ты тоже хочешь рассмотреть грибы? Подожди. Подожди. Такие красные у них шляпки. Красивые грибы. Что-то я думала, что сыроежки... А, то шампиньоны белые. То белые шампиньоны дикорастущие. А сыроежки у них такие красно-коричневые шляпки. Шляпки. Скоро буду в грибах разбираться. Слушайте. Красивенький. Только не говорите мне, пожалуйста, в комментариях, что это у вас Вика мухомор. Это у него... Вот это вот... Труха. От мелких грибов, которые крошатся. Надо помыть. Вот эта вот часть у них просто крошится. Это такая белая крошка сверху. А вот там еще у нас попеньки. Пока погода более-менее, надо пользоваться. Поэтому мы с Юрой по-быстрому расставили саженцы наши кипарисовиков, что будут расти под забором зеленой изгородью. И пока я сходила за телефоном, он уже вон сколько ямок накопал. А я пойду чистить грибы, потому что это дело такое не терпит отлагательства. Они же долго не могут ждать. Быстро портятся. Буду чистить, отваривать и порционно замораживать. Всего 12 штук. Видите, он у нас будет пока что. Конкретное расстояние между саженцами мы не измеряли. Так, на глаз. Где-то здесь метр-метр двадцать. Это, учитывая, что кипарисовики, они все-таки вырастают очень широкими. У нас есть опыт. У нас они такие растут. Сначала мы их думали сажать немножко поменьше, поуже, шагом где-то сантиметра восемьдесят. А потом все-таки решили их больше растянуть. Конечно, мы их не будем сажать до самого конца забора. Там растут соседские туи. И это будет у нас прием заимствованного ландшафта. Вот так тут сейчас устроюсь. Включу себе какой-нибудь блок интересный. И заработает мой мини-заводик по переработке грибов. Почищу, отварю, заморожу порционно. И на ужин или на завтра еще часть приготовлю. Грибы, грибы, они у меня сегодня везде. Здесь сыроежки, еще не почищенные. Красивые, как мне нравится, вот этот вот изумительный красивый цвет. Это такой какой-то очень модный цвет. И какие они белоснежные с обратной стороны. Здесь грибы варятся. Здесь грибы остывают. Здесь я уже помыла, подготовила для варки. И такого напряжения даже мой телефон не выдержал. И разрядился на полуфразе. Пришлось его вот включить в розетку. Теперь я привязанная к телефону стою. Так что на чем я там остановилась? Опята подготовленные уже к варке и приготовлю сегодня на ужин. Эти сейчас сварятся. Я их порежу и в холодильнике заморожу. Ну и осталось еще почистить сыроежки, сварить. Это подосиновики и подберезовики. Местные их называют красноголовки. Красноголовики. И на этом у меня сегодня все. Будем с вами прощаться. До завтра. Адель. 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 Адель.